Какие-то моменты останутся за кадром и, возможно, появятся следующие. И уже два или три раза меня попросили, точнее, даже не так, написали, что слушай, а у тебя на первом слайде название не такое, как в программе. Еще два раза сказали, что знаешь, твое название не влазит в программу. Можешь, пожалуйста, убрать немножечко безумных. Это все потому, что мы сегодня будем говорить про CSS. И именно поэтому я ничего не перевел на русский, потому что у меня не влезло. Так, ну ладно. В общем, немножко о себе. Это я со своей рок-группой где-то на правом берегу Новосибирска жарю рок. Так что если вы хотите поговорить про новый альбом 21 Pilots, Muse, Alice in Chains, еще кого-нибудь, то вот там будет зона, где можно обсуждать рок-музыку, я уверен. Ну я на самом деле в основном занимаюсь не тем, что шучу про рок-музыку, я на самом деле фотографируюсь. Нет, я организовываю конференцию CodeFest. Поднимите руку, кто знает про нее. Не густо, да? Ребята, смотрите, и докладчики тоже. Мы уже открыли все возможные сайты, куда можно прийти, почитать и подать заявку. Поэтому 30-31, простите за рекламу, приезжайте в Новосибирск. У нас будет отвратительно, слякотно, грязно. Ну и Новосибирск будет вокруг. Но на CodeFest будет круто. На CodeFest будет суперски круто. В том году, может быть, вы слышали про FrontFest. Он был в ноябре. Но, и разумеется, это все как бы в какое-то там свободное время. А вот уже два с половиной года я работаю в компании… Как она произносится? DoubleGIS, TwoGIS. Еще варианты? ДваGIS. Суперски. Видимо, я вчера просто с кем-то из вас уже пил. И очень много про это рассказывал. Это компания ДваGIS. Если вы хотите кому-то по-английски рассказать, как она называется, это TwoGIS. Это очень сложно. Я думаю, мы с этим еще поработаем. И вот с чем мы еще работали. Значит, в моей команде, в которой я, собственно, уже где-то около двух лет, мы занимаемся спецпроектами. И так получилось, что мы затрагивали основной продукт. Мы делали сайт контент продуктов, где можно, в общем, с какими-то нашими предложениями поиграться. Мы делали сайт помощника. Мы даже сделали маленькую такую игру на замену занимательной урбанистики в Медузе. Поднимите руки, кто слышал про занимательную урбанистику или про вот эту игру квартала. Оператор еще, кажется, да? Так, да, кстати, два человека подняли, которые делали. Один, который бывший из ДваGIS. Все нормально. И вот товарищ организатор доклад... А, нет, нет, ни в коем случае. Вот, ребят, game.dvogis.ru. Зайдите, вбейте туда свой адрес, где вы живете или где вы чаще всего находитесь, и проверьте, насколько хорошо вы знаете квартал, в котором вы живете. Так вот, давайте перейдем уже к теме. Я тут показал четыре слайда. После того, как мы в какой-то момент начали перебирать все это, или я начал готовиться к докладу, я понял, что есть какая-то повторяющаяся деталь. Ну, если вы видели название доклада, вы поняли, что деталь выглядит примерно так на основной странице Google Chrome. Ну, давайте назовем это просто импутом. Такой вот будет у нас общий его вид. Казалось бы... Нет, давайте даже так. Search bar, чтобы было понятно, что это будет импут, в котором мы что-то ищем, с помощью которого что-то ищем. Казалось бы, search bar — это одна строка HTML. HTML, input, type text, все, спасибо, до свидания. Ну, как бы, зачем мы здесь все собрались? А вот и нет. Оказывается, это очень сложный компонент, который сложно сверстать, с которым сложно работать, в принципе, из JavaScript, и сложно его встроить, как в случае с нашими всеми проектами, сложно было встроить в инфраструктуру React, особенно если ты джуниор. Ну, либо, ладно, если ты просто мало работал с React, и вообще не понимаешь, что происходит. Именно об этом мы сегодня поговорим. Поэтому доклад для удобоваримости я разделю на две части. Первая часть будет про то, как оно все выглядит или звучит. И вторая — про то, как с ним взаимодействовать. Каждая из этих частей, в свою очередь, поделена на то, что ждет от нас пользователь, и что нам, разработчикам, нужно для этого сделать. Ну, окей, поехали. Сперва по очень банальным основам, но я так или иначе должен просто к чему-то подвести, поэтому без этого обойтись не получится. Как правило, каждый серч-бар, помимо области ввода, имеет иконку лупы. Не обязательно это какое-то увеличительное стекло, это может быть какая-то кнопка с текстом, явно указывающим на то, что по нажатию сюда начнется поиск. Она может быть отдельно, ну, слитно, ну, неважно. В общем, кнопка, по которой начнется вся движуха. Дальше. Чтобы помочь пользователю дать какую-то подсказку, что именно можно искать или как вводить, у нас есть placeholder. Такой вот текст, который исчезнет, как только пользователь что-то начнет вводить. И иногда можно увидеть, что после того, как что-то юзер уже ввел, появляется грестик, по нажатию на этот крестик, соответственно, все поле исчезает, ну, и там, например, появляется уже placeholder. Очень просто, я думаю, никого не удивил. Но что, если я не могу увидеть? Если так вот в жизни произошло, что я слушаю сайты. Тут я могу предположить, что бы мне лично хотелось знать. Мне бы хотелось знать, что это за input такой. Зачем он здесь? Что в него вводить? Что это, собственно, за форма? И какая у нее роль? Вот тут уже ничего не очевидно абсолютно. То есть по такому списку я бы не понял, что мне нужно сделать. Поэтому предлагаю сразу немножко войти в код и там разобраться. Поднимите руки те, кто не писал ни строчки кода на реакте. Ребята, вы попали куда нужно. А кто просто ненавидит реакт? Вы попали куда нужно? Так вот, как я уже говорил, одна строчка кода превращается в 7 в реакте. Все в порядке. Мы все еще пишем HTML, только называемся программистами. Так вот, не то. Кто помнит, что есть специальный тип, который я уже показал на слайде, на следующем, в отличие… Ну, то есть есть type text, а есть еще специальный тип для того, чтобы искать. Ну да, я уже подсказал, он называется search. Другой вопрос. Кто вот так вот сейчас вспомнит, навскидку, без подсказок, без гугла, чем они отличаются, type text и type search? Можете поднять руку. Неплохо. Ну вот четыре руки подняли. Соответственно, когда я готовился к докладу, я на самом деле не помнил, чем они различаются. Я думаю, я сейчас напишу, посмотрю в браузере. В браузере ни хрена не видно было. Я думаю, так, ладно, сейчас я немножко накину стили. Кинул туда height, font size, и что-то пошло не так. Я думаю, хм, так, надо по-быстрому пофиг. Есть бэкендеры в зале? Поднимите руки, не стесняйтесь. Вот эти ребята знают, как быстро пофиксить. Все нормально. То есть я думаю, сейчас я как бы не будем разбираться и тратить на это время. Ничего не заработало. Вот примерно мое лицо было такое. Я не понял, что может быть мощнее импотента, потому что это же невероятно. Я думаю, ладно, окей, пойдем в браузер, открываем div tools, смотрим. Вообще никакой магии нет. Но, ух ты, а где я? Но оказалось, что немножко не так. Чтобы начать видеть магию, нужно зайти в сеттингс, если это хром, div tools, промотать немножко дальше с чуть большей скоростью, чем на этом видео, когда elements, кликнуть в show user agent shadow DOM и с этого момента начать удивляться происходящему в мире и понять, что на самом деле вы ничего не знаете про HTML. Так вот, внутри инпутов, оказывается, есть дивы. Там diva tos, как говорит Вадим Макеев. Поэтому еще разок посмотрим на то, что теперь у нас в div tools. Мы увидим, например, вот эту непонятную DOM-ноду, назовем ее DOM-нодой. Что тут примечательного? Здесь есть атрибут псевдо с таким страшным названием. Вы наверняка его уже видели, не здесь. Как это все выглядит? Это выглядит, как подсказал молодой человек на первом ряду. Это крестик. Неудивительно ничего. И эта штука полезная, и на нее нажимают люди, и она не просто так появилась, все хорошо, но вопрос обычно в том, как ее нафиг убрать. Потому что в дизайнах было не так. Я не видел в дизайнах таких крестиков, поэтому первый, ну правда, первый, видели кто-то? Человек смеется так истерично, как будто ему только такие крестики вообще присылают. В общем, небольшой гуглеж Stack Overflow Research Driving Development показывает что-то вроде такого, где внутри веб-кита MOS, Appearance None и так далее, и тому подобное. В общем, я подумал, что такое показывать не стоит, и лучше разобраться и вернуться обратно к DevTools. Там мы начинаем немножко прослеживать какую-то логику, видно, что появился дополнительный стиль User Urgent Style Sheet, и там веб-кит Appearance равен Search Field. Я подумал, так, наверное, если я сейчас зайду в W3C, ну, к официальной документации, я найду там определение и вам его расскажу, но там все, ну, как бы не готово к тому, чтобы я это рассказывал, так и написано просто This is not ready for shipping. Соответственно, как бы придется придумать какое-нибудь красивое описание самостоятельно. Так вот, пытаясь придумать, за что отвечает Appearance, не приходит ничего в голову, кроме как Appearance, то есть, как бы за внешний вид. То есть, ни за JS, ни за семантику, ни за какие-то обработчики, которые где-то всплывут, в event loop попадут, ни за что, кроме как отображение и поведение на ховер, клик и так далее и тому подобное. То есть, только все то, что в CSS вставлено. То есть, давайте так, чтобы еще проще было. Если у нас есть div, и мы на него поставим вот этот Appearance Search Field, он примерно вот так будет выглядеть. Понимаете? И можно так, конечно, делать. Но зачем? Соответственно, кто знает про Normalize CSS? Практически все. Вот Normalize CSS говорит, давайте так, мы все как к одному рабочему единому виду скинем, все будет работать более-менее нормуль. Поэтому скидываем к TypeText, все уже как-то по-человечески, открываем браузер, все ок, победили, отдаем в тестирование, тестирование, возвращает и говорит, угадай, какой браузер. Угадаете? Да. Все верно. Internet Explorer имеет свое мнение насчет того, что такое Appearance и когда появляются крестики, нолики и в общем так далее. Все очень просто решается. Есть псевдоэлементы Mascleer, которые мы просто вводим в None. И все хорошо, отдаем в тестирование, они возвращаются и говорят, угадай, какой браузер. Да, iOS Safari. Показываю кино документальное. Смотрите, без комментариев. Я ничего не делал, ни строчки кода вообще. То есть, это не доклад на JSConf, где человек ищет с помощью вот этих, знаете, с помощью атрибутов, он так сказал, все сессии сделал. Вот это не то. Это просто называется iOS Safari. Просто YouTube приколы, видео. После двух символов почему-то меняется border-radius. И самое интересное, то что и в начале тоже какой-то border-radius стоит, при том, что я и в ноль ставил, и в none, и даже important использовал, опять не понимаю, в чем дело. Это баг. Просто баг. Я его зарепортил, мне ничего не ответили. Поэтому поднимите руки, кто знает reset CSS. Вот он. Да. Вы поняли уже мысль. Все. С этим разобрались. Но что насчет скринридеров? Ваши варианты. В чем разница для скринридера между TypeText и TypeSearch? Ни в чем. Вот если вы открываете свой MacBook, открываете VoiceOver, начинаете тыкать между ними, он говорит одно и то же. EditTextFillBlank. И вы зададите резонный вопрос. Да. Ну зачем тогда? Если разницы никакой, то зачем нам упарываться еще и там оперенсы, вот это все? Три причины. Первая. Во-первых, да, это семантически правильно использовать Search, там где-то Search. Во-вторых, ну я солгал, видимо, человек знает, что есть не только VoiceOver, а есть еще Jows, там ChromeVox, еще какие-нибудь, какие-нибудь скринридеры, которые скажут, что да, это поисковой input и дружок тут вроде как все по-другому работает. Это важно. И третья фича, мы про нее в самом начале говорили вот с вот этим товарищем, что появляются крестики у Search. У Search есть обработчик уже на Enter, на Escape и так далее. Потом там встроены вот эти вот все фичи, если, конечно, вы как с крестиком не поступили, все не выкинули. Вот. Ну так или иначе, если вы знаете про эти фичи, вы берете на себя ответственность, что вы их реимплементируете и все ок. А какие-то вещи оставите просто в дефолте и люди будут этому радоваться. Так, другой вопрос. Когда-нибудь там пять лет назад вы начинали изучать, слышали, что везде появился HTML5 и там очень много новых тайпов у input. Было такое, да? Помните, как тайпы вообще влияли на мобильные браузеры? Поставляешь другой тайп, я подскажу, если ты пишешь number, появляется сразу клавиатурка с number. Я подумал, если я подставляю type search, наверное, я вместо такой картинки увижу такую картинку. Вот у меня справа type search. Не работает. Почему-то не подставляется. Казалось бы, логика, клавиатура, все должно как-то совпадать, а оказывается, дело, не поверите, в атрибуте action формы. и неважно какой он, то есть там может быть пустая строка, и все, это валидно, поменяем одну кнопку на другую. И вы зададите мне вопрос, то есть ты предлагаешь нам добавить две строчки кода для того, чтобы поменять кнопочку в Safari. Ну, не совсем так, потому что форма, это опять про семантику, и семантику не в смысле там, что давайте делать грамотно сайт, а это вообще говоря рабочая абсолютная ситуация, в том смысле, что каждая, каждый region landmark, а форма таковым является, с какой-то конкретной ролью будет отображаться у человека с скринридером как вот отдельная сущность. Соответственно, если вы проставите форму, зададите ей role search, человек со скринридером сможет очень быстро на нее прыгнуть, используя там специальные навигационные клавиши, типа там джоус, типа control-r что ли, и все, это удобно, это круто. Какие еще роли бывают? У формы бывают еще роль форма. Вот как бы html, привет, там логика. Но так или иначе мы это оставляем не только для того, чтобы что-то у нас нам подсвечивалось, в этом есть какая-то помощь. Теперь даже voiceover начинает говорить, что это text fill blank, search, все ок, круто. Что еще можно сделать, чтобы помочь? Можно накинуть еще aria-label на input. Кто-то может спросить, почему не роль? Мы же там накинули роль, потому что input в отличие от формы уже имеет в себе какую-то семантику. Это вообще такой полноценный компонент, в котором, ну, как форму мы в него засунуть ничего не можем. Он только вот как семантика, у него одна, input, чтобы в него вводили текст. И переписывать ее не надо. Это тот момент, когда не надо всему добавлять роли, не надо везде добавлять accessibility, там, где хочется и не хочется. Но добавить немножко контекста, подсказать, для чего именно этот input, это ок. Теперь он будет звучать как search on this website и так далее, и так далее, что уже получше. Но, как я говорил, там еще есть placeholder, поэтому можем добавить его. И срочка становится еще больше, но это на самом деле ок, потому что это все быстро будет произноситься. И кое-что еще о placeholder. Если мы вернемся обратно к нашему вот этому страшному дому из двух строчек, который когда-то был, мы увидим здесь вот эту строчку. Это как раз таки наш placeholder. И то, что лежит в атрибуте псевдо, мы можем использовать для того, чтобы это остилить, чтобы остилить собственно текст самого placeholder. Но вопрос в том, как сделать так, чтобы это работало не только в веб-ките. Наверняка вы видели что-нибудь подобное. Вот они пять раз написаны одной тоже. Люди, опять-таки, с бэкэнда вот эти четыре человека начнут говорить, что все сс не знают про dry и еще про что-нибудь. И почему просто не перечислить это через запятую? Потому что браузер работает немножко иначе. Он идет по, если, например, вам когда-нибудь теперь на код-ревью после этого доклада почему-то придет через запятую пять-пять инпутов, сразу отсылайте обратно и говорите браузер идет по первой строчке. Если это хром, то вам еще везет. Он смотрит веб-кит input placeholder ок потом запятая. Так что дальше смотрит input ms не знаешь что такое ms и блокирует вообще все. То есть игнорирует полностью все весь селектор со всеми стилями внутри и идет дальше. Сс не выбрасывает ошибки, он просто как бы лаконично соглашается с тем, что окей. Поэтому это приходится разбивать на отдельные строчки. Иначе никак. Другой забавный момент, который здесь можно проследить, что понятно уже, что placeholder это псевдоэлемент, а вот в интернет-эксплоре кажется, это псевдокласс. Видите, там всего одно двоеточие вместо двух и в старых Firefox тоже как будто это псевдокласс. Но на самом деле просто тогда нотации не было такой, чтобы для псевдоэлементов использовалось два двоеточия, поэтому все ок. Но это легко можно перепутать с псевдоклассом, который называется placeholder shown. И это класс, который выделяет placeholder, который показывается. Вот с таким простым кодом мы можем запустить такую омерзительную анимацию, которая будет моргать зеленым. Сейчас удалим. Будет моргать зеленым, когда показывается placeholder. Выглядит возвратительно, поэтому использовать не буду. На этом все про placeholder и возвращаемся еще буквально пару слов про region landmark. Согласно W3C, каждый region landmark должен иметь уникальный лейбл. Чтобы прояснить, когда это может понадобиться и что такое еще раз region landmark и посмотрим на такой показалось, человек очень быстро хотел меня перебить. Так, типа, подожди. Ну ладно. В общем, вот такой код. У нас есть два поиска и тот, и другой search. Два импута, в смысле, и тот, и другой search и две формы. Формы здесь будут являться region landmark на которые можно прыгнуть и мы накидываем на них разные area label чтобы если вы, например, перейдете с одного на другой табом вы услышите там search on this website что-то там global search. Это даст вам контекст о том, что, а, это другая форма. Все, я понял. Вы спросите, типа, что, две search формы, но это реальный кейс. Вот у нас можно поискать по городам сверху и внутри какого-нибудь здания. Поэтому и там, и там search. и по поводу доступности кажется все, но надо понимать теперь мы знаем как он выглядит, как он звучит и вот это все. Но а где собственно должен находиться этот search пар? Поднимите руку те, кто помнит еще старую википедию, когда не в правом верхнем углу был поиск. Серьезно? Два человека? 3? Какого года рождения? 2001? Так, ладно, в общем, википедия когда-то давно, в 2010 году всего лишь поменяла место расположения своего search bar. Она положила, его поставила, как это, вклеила, в правый верхний угол. Это сделано не просто так. Вот, кстати говоря, я попробую освежить память. Есть две картинки. Слева как раз то, как оно было. Это нужно было там где-то слева прицелиться. Это еще в разных локалях оно прыгало немножко, потому что там какой-то контент появлялся. Теперь это всегда точно правый верхний угол. Так вот, почему так? Потому что какие-то ученые, я не помню какие, я приложил ссылку, чтобы не запоминать, провели исследование, как пользователь пытается что-то найти на сайте. Он пытается найти это по правилу буквы, английской буквы F. То есть он смотрит, проходит первую полосу, ничего не находит, проходит вторую полосу, а потом говорит, ай, хрен с ним, и просто вниз как бы смотрит, не находит, не находит. Поэтому левые и правые верхние углы это самое то, чтобы расположить там поиск, как ваш основной рабочий инструмент. Где не надо располагать поиск? Где-нибудь за кнопочкой, потому что вам может казаться, что это абсолютно логично, мы потом это исправили, вот они смеются, думают, потому что я делал этот сервис, и вроде как, да, мы потом все обратно вкрутили. В общем, если вам кажется, что это логично, за кнопочкой спрятать какой-то элемент рефейса, это нифига не логично. То есть это вам, как программистам, логично, а если это что-то, чем люди вообще должны поиск, ну то есть прикиньте, на Яндекс, люди заходят, и там вот этот поиск, он за кнопочкой. Ну типа если захотят, они откроют. Нет, если на вашем сайте нужно искать, покажите сразу. И, ну то есть понимаете, как бы поиск должен быть под рукой, под пальцем. Специально для под пальцем было еще сделано такое свойство, как access key. Вы туда можете написать какую-нибудь клавишу, типа там S, например, Search, и тогда пользователи, когда знают вот эти все страшные конструкции, а те, кто пользуется, они знают их, они спокойно могут на этот поиск прыгнуть. Все в порядке. Более того, когда вы будете тестировать, например, с помощью скринридера свой input, вам там будет сказано, что access key S, и вы такие, ага, все, ок, если это что, я потом сразу быстро перепрыгну. Фу, теперь, наконец-то, немножко с ним поинтерактиве, поиграемся. Немножко про то, какие пользовательские ожидания, опять-таки, на мой взгляд, про то, как себя должен вести поиск. Важный момент не скрывать поисковой запрос, когда вы показываете выдачу. Про это почему-то забывают, но эта штука неимоверно важная. Если человек искал утюги, нажал на кнопку, там закрутился прелодер, его позвали попить чай, он возвращается, в импуте все пропало, у него утюги. Какая реакция у человека? Он же с ума сойдет. То есть, он ничего не искал, у него утюги. Ну, то есть, это же прям, ну, типа, то ли реклама, то ли что. Никогда не прячьте то, что человек искал, пока он не перейдет на конкретную страницу. Дальше. Escape очищает поле ввода. Это фича, встроенная прямо уже в Type Search. Не надо там дополнительно накручивать никаких обработчиков, поэтому все ок. То же самое с Enterом у вас уже есть Type Search, у вас уже есть форма, все ок. Ну, если только надо будет переопределить, просто имейте в виду, что Enter полезно. крестик, про который я скажу чуть позже вместе с кнопкой найти, но самое важное, конечно, с чего хочется начать, это то, что форма должна людям помогать. Это рабочий инструмент вашего сайта, и когда люди туда приходят, они не хотят слышать, что они опечатались. А это постоянно происходит, если вы, ну, то есть, когда мы в Word пишем что-нибудь, понятно, что там подчеркивание красным, это удобно, но если я ищу усюги, то я хочу найти утюги, это примерно понятно. Помогите пользователям на бэкэнде, не надо им говорить, что они опечатались, и вот эта миспелл, эта фраза неспроста, это то, что вы слышите, когда вы опечатались в скринридере. Он вам будет говорить тут же, что, ну, типа, неправильно написал, неплохой мальчик, вот, не очень. Поэтому первое, что сделаете, сделайте спелл чек фоллс. Это очень просто, одна строка, и все. Я думаю, вам скажут спасибо. Далее, порядок кнопок. Возвращаемся как бы снизу вверх. Порядок кнопок имеет значение. Почему? Потому что здесь в HTML по дефолту все фокусабл элементы получают фокус в том порядке, в котором они находятся в дом-дереве. Соответственно, здесь будет сперва input, потом clear, потом search. Я предлагаю поменять местами search, clear, ну, то есть крестик и найти. Почему? У кого, кто дома удаляет файлы на компьютере? Вы видите, что там появляется окно, вы уверены? Ну, видели такое? На чем стоит фокус? На нет или да? То есть на удалить или на отменить? Отменить. Если где-то стоит на удалить, это подозрительно, потому что если я сейчас психаную и случайно, ну, опять меня позвали пить с утюгами чай, я нажал случайно enter, потому что у меня руки такие, я нажимаю enter постоянно на все. Я случайно удалю файл? Не очень. Та же самая ситуация здесь. Если я ввел какой-то длинный запрос, потом перешел тап на следующий и нажал enter, и у меня все стерлось, я просто закрою этот сайт и пойду пить чай дальше, потому что лучше пускай найдется, чем все сотрется. Вот так очень просто. Но проблема обычно не в этом. Поднимите руки те, кто очень часто делает кнопки, ну, иконками они приходят от дизайна. svg-шечки обычно, правильно? Но это практически большинство. Давайте про реальную жизнь поговорим, а то тут вот это все. То есть у нас есть, как правило, какой-нибудь компонент svg. Мы туда пропихиваем иконку и набрасываем обработчик, он клика. Все, все, все логично. Кажется, первое, что я сейчас сделаю вот эти кнопки. Все организуем по-правильному. Так как svg-шки сами по себе не фокусабл элементы, мы их сделаем фокусабл с помощью tabindex 0. Это значит, что на них теперь попадает фокус в том порядке, в котором они расположены в дом-дереве. Окей, дальше. Я думаю о пользователях, поэтому я добавлю aria-label, ну, что вы там, ну, понимаете, ну, чтобы контекст появлялся, что вы смеете. Потом я думаю, так, должна быть семантика какая-то, я добавлю роль, и роль будет button. И дальше надо будет всего лишь потом сделать обработчик на space, потом надо будет, ну, короче, вы поняли, это все про то, что можно же просто обернуть в button. Не так сложно все это делается. Вы также сможете ходить табами, и все ок. Но вот вопрос. А нам действительно нужны эти кнопки? Вы скажете, ничего себе, вот это сейчас поворотик был. Но если посмотреть на Google, то у него нет крестика. Я думаю, ладно, пойдем на другой кого-нибудь сайт. У Инстаграма нет кнопки найти, но есть крестик. Это, это крестик, да. И он, и он круглый. Это, и это сейчас, кстати, просто испортило мне всю презентацию. Да, но я сейчас реабилитируюсь Яндексом. У них есть и кнопка, и крестик, и он не круглый. И я не понимаю, что происходит. В общем, посидев и разобравшись с тем, что, собственно, происходит, и когда их логично показывать, и когда нет, мы пришли к такому выводу, что есть саджесты, саджесты, подсказки, не знаю, как хотите, пускай саджесты будут, которые нужно выводить прямо сейчас, чтобы помочь пользователю. В чем их основная фишка? В том, что саджесты выводятся только по фразе и как бы однонаправленно. То есть, если вы ищете утюг, то дальше утюг может быть красный, там еще что-нибудь, или утюгизированный, ну, в общем, что-то такое. На слово утюг не может быть саджеста холодильник, потому что это уже другая плоскость, это уже и сделать сложно. Соответственно, если вот наш сайт помощник, вы что-то ищете, типа, как там, прикольный звук есть, а можно выключить? Так, все, сорян. Вот, и, соответственно, если вы ищете как что-то, 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 и у вас ответы будут как это, как то, как добавить, как добавить адрес, как добавить дом, это такой направленный как бы поиск. Это те же самые саджесты. Их можно вывести сразу. Выглядит как будто это выдача, ну, в общем, так оно и есть. Поэтому здесь не нужно заставлять человека нажимать на кнопку поиск. Это не тот момент, когда ему нужно еще подумать, он все-таки утюги хочет или холодильники. Здесь можно показать сразу. Именно поэтому мы отказываемся от кнопок, потому что в них особого смысла нет. Можем оставить SVG крестик как какую-то красивость, на которую можно нажать. Тем более, что на самом деле на крестик, вот этот, который появляется в TypeSearch, нельзя попасть в табом, потому что для этого есть escape, который под мизинчиком у кого-то. И после 94 слайдов я готов поговорить с вами о React. Осталось совсем чуть-чуть. И что, собственно, хочется про это сказать. Вот там кто-то его не любит, кто-то только работал, кто-то только начал. Есть такая сложность. Когда я пришел в первый раз в React, и мне понадобилось работать с input-ом, я где-то нашел два определения, ну, точнее, два таких, две концепции. Controlled components и uncontrolled components. Слышали про это? Была с этим проблема когда-нибудь? Люди кивают с большой какой-то такой тяжестью, потому что это нихрена непонятно. Вот я хочу передать привет Дэну Абрамову, Кларку, ну, кто там еще, все вот эти пацаны. Вы непонятно пишете. В общем, поинт такой. Пытайтесь всегда делать controlled, 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 и все. Ну, то есть, если вы еще не разобрались, не прочитали на три раза, не попробовали, не поняли, зачем вам нужен uncontrolled, делайте просто controlled. Это значит, явно создавайте value и на onChange повесьте функцию, с которой вы будете забирать это значение и туда же его сетить. Все. Никаких там полезть в дом ноду, забрать оттуда что-то, на onSubmit или еще что-то. Нет. Только есть один источник правды. Это не дом нода, это мы, это наш React компонент, где мы держим это value и сетим. Все. Просто не лезьте. Не надо. Но есть такой вопрос. Как я уже говорил, я отказался от этой некрасивой кнопки, крестика. Соответственно, мне нужно сделать какую-то функцию, сделать свой компонентик, который будет очищать поле ввода. Сверху мне придет какая-нибудь функция, мы потом про нее может поговорим. В общем, она явно очищает вот этот state, который потом заседится. Да, просто заседится пустая строка. Все понятно. Как это будет выглядеть? Я вот что-нибудь ввожу. Да, там, кстати, крестик я забыл выбрать. В общем, я что-нибудь ввожу, нажимаю на этот крестик и вы видите то, что фокус теряется, я не могу продолжить вводить. А с нативным крестиком такой ерунды не было. Что нужно сделать? Нужно поставить фокус обратно. Все очень просто. А для того, чтобы поставить фокус обратно, нужен доступ к этой дом-ноде. А если нужен доступ к этой дом-ноде, это uncontrolled компонент, получается так, что ли. Соответственно, вы сохраняете где-то реф, то есть вверху пишете что-нибудь вроде такого, что, окей, давай к этому классу, пускай в input положится search input, который приходит из рефа. Все, мы его сохранили и таким образом мы теперь можем к этой дом-ноде достучаться. И вы скажете, так, подожди-ка, ты нам говорил, надо uncontrolled использовать. Тут уже к дом-ноде значит uncontrolled. Нет, все в порядке. Вы не value забираете, вы просто фокус делаете. Другого способа в реакте нет. Ну, коль выбрали реакт, ну, понимаете. И пришло время увидеть тот компонент, который сверху находится. В общем, ваше лицо примерно такое. И я вам скажу, что это все мы оставим на вторую часть. Поэтому завершающее слово. К чему все это было? Не к тому, чтобы вы попросили меня сделать вторую часть, а к тому, что в общем, что accessibility? Спасибо. Что accessibility? Что про вот этот uncontrolled-uncontrolled вещи какие-то? Что про то давайте поразберемся, а что такое appearance, а почему именно так с этим и так далее и тому подобное? Это все про ваше отношение к людям. К людям, к разработчикам, которые дальше будут сталкиваться с этим кодом и не поймут, почему там appearance в нам, потому что вы не оставили, или потому что вы где-то подсмотрели, что там у веб-кита нужно поставить appearance в нам из ну из гугла, в общем, вы взяли, погуглили и нашли. Не разобрались, оставили за собой опять дыру какую-нибудь а нам где-то стрельного. И то же самое про людей, которые придут и не поймут, где тут поиск, почему нужно нажимать или не поймут, почему кнопки никак вообще не проговариваются, хотя это кнопки. Поэтому просто пытайтесь на самом начальном этапе себе сказать не проконайт. То есть не получится быстро нагуглить и не получится сделать. И второй момент, не 5% пользователей и не 2%, которые используют скринридеры или пользуются клавиатурой, хотя бы банально просто клавиатурой, делайте сразу. Круто. Если вы хотите еще, я тут оставил несколько ссылок на то, как в iArea всякие сценарии можно имплементировать там прямо с JavaScript, с CSS и так далее и тому подобное. Про то, почему Wikipedia и вот эту всю статью перенесла свой поиск и ChromeVox для того, чтобы все это протестировать. Ну и на этом все. Спасибо. Ручки. Где ваши ручки? Кажется, CSS поехал у всех в руке. Ну, либо… О, дисплей блок на руке, вижу. Пощади. Роман, спасибо за доклад, а ты не… Исерчил на тему того, почему у инпута с тайпом search вот в Shadow DOM там в стилях было поинтроваться нам. Ну, для чего это и зачем вообще? Нет. Круто. я теперь по-ресерчу. Дело в том, что я не замечал эту штуку. Так, Даша, видимо, ресерчила. Нет? Есть еще один интересный кейс, который предлагаю тебе по-ресерчить, когда в Firefox, если ввести значение в type number или type text изначально, изначально, числа 17, длиной 17 цифр и на лету поменять type, цифры заменяются на нулей. Прямо вот без всяких реактов, просто взять input в всяком, в JS, Fiddle, например, воспроизвести 17 цифр, на лету текст меняешь на number и они обнуляются. Ты где работаешь? В Тинькове. И такие задачи приходят, да, в Тинькове? То есть вам на лету надо менять type number на… Ладно, сорян. В общем, возможно, это намек от W3C, что на лету не надо менять type, возможно. Но это прикольный бак. И это только Firefox, вот. Это прикольный бак. Я запомню. Спасибо. Пожалуйста. Как не отвечать на вопрос? Перевести все в шутку, сказать, что виновата компания? Добрый вечер. Просто хотел сказать спасибо. Очень веселый доклад. Больше всего понравился сегодня по юмору. По юмору. Знаете, мы в какое время живем. Мы идем на доклады за юмором. Давай чужие пить. Окей, да? Спасибо. Спасибо. А? Да, согласен. Так, а вот здесь еще. Спасибо за доклад. Вопрос простой. Когда сиквел ждать? Я надеюсь, что в конце этого года. Но может быть в начале следующего. На самом деле там очень много чего еще можно потрогать. И самая, конечно, большая интересная боль это сделать как раз этот сагестер, который под самим импутом появляется. В чем там интересность? Там интересность и с точки зрения аксессабилити, как сделать так, чтобы, во-первых, какой-то был фокус трэп, чтобы ты и как это правильно сделать, чтобы ты перемещался только по этим значениям. Другой момент это как сказать пользователю о том, что там что-то появилось динамически, какие расставить лейблы и так далее и так далее. Ну ладно, это все просто, но а что если у меня там десятки тысяч могут быть вот этих вот элементов в этом сагестере? Как мне это показать? Что от меня ждет пользователь? Как не убить браузер, если у меня там десятый, одиннадцатый интернет-эксплорер? Что мне может в этом помочь? И опять-таки, как это с аксессабилити связать? То есть там же должна быть какая-то подгрузка и так далее и тому подобное. Поэтому тема прикольная, но очень большая, поэтому я ее потихоньку дальше сам для себя ресерчу, надеюсь, что скоро. Как бы, как бы, да, надеюсь. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос вот по поводу сагестов. Если человек только с клавиатуры работает, ему как-то приходит то, что пришли подсказки и потом, ну, как, собственно, по этим подсказкам пробежаться, можно через клавиатуру или они там как-то пропадают и надо как-то колесо придумывать? Вот, вот, о том и речь. Вот про это я хочу во второй части поговорить, потому что сюда бы просто не влезло. Там еще можно поговорить как с сервером общаться. Вот, но вообще сценарий выглядит примерно так, что нажимаешь тап, попадаешь вот в этот вот попап со всеми твоими элементами, дальше нажимаешь вниз. Как только дошел до конца, нажимаешь вниз, он в начало попал. То есть замкнутый такой круг должен быть. Ну, либо там в каких-то кейсах кто-то делает наоборот, так что он не замыкается. То есть по-разному. Там еще, кажется, кто-то был в конце. Да, добрый день, спасибо за доклад. А вы не рассматривали другие поля, не только TypeSearch? Например, актуально сейчас поля всякие с заполнением карточки, ну, то есть формы. Там тоже есть забавные кейсы. Например, я помню, где-то год назад, полгода назад, чтобы в Safari там отображалась правильно инфа с автокомплитом по карте, там надо было всякие разные параметры ставить или неймы, вот эти моменты. Ну, нет, принципиально разбирал только Search, потому что с ним вот уже на целый доклад хватило. Хотя, буквально за час до этого меня другой спикер спрашивал, и что ты эти полчаса будешь про TypeSearch рассказывать? Что там рассказывать? Вот, ну, что-то нашел. Поэтому специально не смотрел TypeText, но, конечно, там везде, везде с формами прикольно. То есть, в каждом браузере есть что-то. Слушай, у меня вопрос. Да, давай. Зачем мы все-таки вот используем TypeSearch только для семантик? Потому что мы все равно все это приопределяем для accessibility, для всего. У нас там остается парочка хелперов там для escape и еще для чего-то. Мы все остальное приопределяем, выкидываем, ресетим. Может, ну его нафиг, давай сделаем просто текст, зафигачим там все эти обработчики и так же будет хорошо всем. Ну, можно. Можно хедеры все на дивы переписать, футеры на дивы и когда гугл будет парсить твою страницу, у тебя там нет ни поиска, ну, то есть, сайт, в котором нельзя ничего не поискать, ок, нет ни хедера, ни футера. То есть, это на самом деле еще на SEO уже влияет, поэтому нет, нельзя. То есть, хочешь сказать, что это такой аналог диво за текстоз? Наверное, да. Слушай, я в следующий раз про это расскажу, это мыслишка. Как вообще думаешь, вот когда, наконец, у нас уровень поддержки спецификации всего достигнутого уровня, когда любой доклад CSS не будет превращаться в стендап? Слушай, начнем с того, нет, не так, все по-другому. Вот когда-то, когда я еще был маленьким и не знал, что такое верстка, все упиралось в один браузер и там не было стендапов, потому что был один браузер. Ну, вот я верстаю, мой сайт поддерживает Internet Explorer 5.5, вот этот вот, внизу я помню, еще вот эти штучки были, какие-то блямбочки. И вот там как раз-таки нельзя было поюморить про разные браузеры. А сейчас понимаешь, все имплементировали flex, все имплементировали гряды, еще что-то, еще что-то, и ты, значит, такой радостный, смотришь на Канаюзе, все зелененькое, начинаешь делать, в одном так поплыло, в другом так, сяк, ну, то есть наоборот, только сейчас жизнь пошла, наслаждайся моментом. Ну, нет, это же все про людей, но это все равно, что к тебе придет руководитель, скажет, когда ты перестанешь без багов писать? И ты такой, типа, что? Типа, я же человек. Тут те же самые люди работают в браузерах, и вот в Safari я не думаю, то, что они специально вот эту логику заложили с тем, чтобы делать круглее после двух символов, ну, то есть как, я не понимаю, то есть мне страшно представить, какие тесты нужно написать для этого, то есть какая там логика внутри, насколько это все тяжело, что у них после двух символов именно в Type Search начинают закругляться края. Поэтому это просто люди, и это нормально. Так, ладно, давай тогда выберем лучший вопрос. Да. Спасибо. Лучший вопрос. А что дарим? Книгу, а на нем животное. Используй? нечестно, он будет выбирать по контексту. А-а-а. Кто тут заслуживает животное? Кому-то прям дал. Ничего себе. Так, а вопросы были, значит, про нули, да, про нули, потом про pointer events. Спасибо было. про type text, про suggest'ы. И что-то еще здесь было, да? Про сиквел. Я бы за спасибо дал. Да, давай за спасибо дадим. Кто говорил спасибо? Я думал бы кэнчик. Тут как раз про докер просто. Не, это первый шаг. Понимаешь, как только ты сейчас, да, как только ты сейчас завернешь вот это все после вебпака в докер, все, дальше нет обратного пути. Все, дальше только important, да. Да, да, да. Спасибо всем, ребят. Ты не убегай, погоди, у нас тебе тоже есть благодарность. Да. Повесишь себя на стену. Прекрасно. Будешь рассказывать детям, будешь пить с ними чай из одной кружки. Вот такое печальное у тебя будущее, но все равно спасибо. Спасибо. Спасибо.